Всем привет! С вами Денис и Маша. И сегодня мы будем трейдиться гигантскими попытами. Причем не только попытами, а еще и всякими разными крутыми техническими штуками. Типа у нас трейды не на шутку начинаются. Итак, как вы знаете, у нас очень много гигантских попытов. Также у меня есть очень крутые попыты, которые Денису точно понравятся. Ну и, конечно же, очень много крутой техники. И наушники, и колонки, и всякие джойстики. В общем, ребята, гигантские трейды объявляются открытыми. Кто не смотрел предыдущие части, они у нас на двух каналах. Обязательно посмотрите и обязательно пишите в комментариях, какую часть из трейдов вам полюбилась больше всего, какая больше нравится. Ну а мы будем начинать. И на суефа скинемся, кто первый будет предлагать, а кто трейдить. Ну, короче, вы поняли. Скидываемся, кто выигрывает, тот начинает. Раз, два, три. Я всегда закрываю глаза в этот момент. Блин, ты первая, ну давай. Что ты мне предложишь за гигантского железного человека? Смотрите, у него что-то стало с головой, но лежа он выглядит отлично. У него плохая сторона. Очень плохая сторона. Кстати, еще заметить, видишь, не видишь, но у него на каждом пупырьке есть лицо. Да-да-да, лицо железного человека. Маска. Как тебе? Он заслуживает много. Бомбит? Бомбит классно. И самое главное, его форма очень необычная. Это один из единственных поп-итов в форме человека. Хорошо, ты готова? За этот поп-ит я тебе предлагаю мега крутые наушники. Добавляй. А ты согласилась только что? Ой, не добавляй. Ну ты нажала вот сюда зелененькую, реально. Я не хотела знать. Все, мы сделку завершили. Что ты мне дашь за этот поп-ит-слон? Честно говоря, я вообще плохо помню этот поп-ит. Я помню, что он из мастери-бокса, но какой вот он. Это его плохая сторона, да? Сто процентов. Ну переверни. Давай, смотри. Ну, слон такой на троечку, наверное. Я тебе за него готова предложить вот такой вот джойстик для телефона, чтобы ты играл в PUBG. В PUBG. Смотри, нажимаю кнопку добавить. Тогда я нажимаю кнопку отмена и его забираю. Предлагаю тебе что-то другое. Игру Apple. Смотри, к ней идут в комплекте вот такие самые маленькие кости, потому что тут очень маленькая табо для них. Так вот кидаешь, и у меня семь. Так, кресло. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Игра круче. Добавляй. Добавишь чуть-чуть? Нет. Ну, чуть-чуть добавь. Тогда отмена. Ладно, соглашаюсь. А все уже. Вот я не могу сказать, что я его сильно хочу. Давай тогда тебе предложу. Предложу. Ну, тогда добавляй точно. Ну, что, серьезно, блин? Окей, смотри, вот такую тогда игру предложу. От яблока отказался. Ладно, ладно, все, согласен. Да мне кажется, ты наглеешь. Игра стоит в тысячу раз дороже, и она круче в тысячу раз. Все, слон теперь мой. Ура! Ты готова? А что я готова? Я тебе предлагаю. А, блин, точно, давай, я готова. Я тебе предлагаю вот такого вот Никки Мауса. Что ты мне за него дашь? Послушай, он двухсторонний. Он с обоих сторон хорошо пупырит. Это его уникальность. Уникальный. Я причем не могу понять, какая сторона прям намного лучше. Они обе хорошие. Я готов тебе предложить бабочку. Она с идеальной стороны, со всех сторон. Смотри, такая сторона есть. Это не идеально. Смотри. Нормально. Хорошая, да. Хорошо, я согласна. Согласна? Да, бабочку очень красиво мне нравится. Что ты можешь предложить за это Пикачу? Пика-пика! Ну смотри, это у тебя что? Игра. Без костей. Да. То есть у нее уже есть минус. Ты их все растерял. Ну ты можешь свои добавить и все. Конечно, конечно могу. Я вообще не понимаю прикола этого Пикачу, потому что у него разделение на половину головы, и на ноги. Да, у него здесь неровно. У него странное очень поле. Смотри, это твоя сторона, а это моя. Я первый. Че? О, у меня пять. Раз, два, три, четыре, пять. Че, шесть. У меня тоже шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вердикт следующий. Игра бомбезная. Я, кстати, ни разу в нее не играла, а ты. Представляешь, ее закончишь. Сколько это времени надо? Я тебе за нее готова предложить... Я тебе за такую офигенную игру готова предложить сразу два поп-и. Итак, которые соединяются в один. Это два дельфинчика, которые символизируют любовь, верность и дружбу. Блин, я даже не знаю. Ну, давай, окей, согласен. Ты даже добавлять еще не надо? Согласен. Честно, я удивлена, что ты согласился. Я даже была готова добавлять. Но сделка уже завершена. А че бы добавила? Я бы добавила. А, блин, лоханулся. Смотри, что у меня есть. У него голова получше держится. Это Халк. Как бы Человеку-пауку будет очень скучно без Халка. Только это Железный Человек. А, точно, да. Вот так он. У него есть трусы, шорстики. Как у тебя, прям, Адидас. Угу. Прическа у него черная. Кудрявый, да? Ладно, смотри. Парень, парень. Кудрявый, шобутной. Я хочу посмотреть. Давай, давай. Он классный, давай. Заметьте, на каждой пупырьке есть лицо. Рисунок Халка. Халка, да. Мне нравится. Я могу тебе приложить вот за него вот такой вот. Ты добавишь только? Добавляй. Окей, добавлю тебе. А ты получишь единорога. Согласна, да? У тебя зеленая комбо будет. Джойстик для игр в PUBG и Халк, который очень классно бупырит. Согласна? Да, я согласна. Все, да, ништяк. Я буду играть в PUBG и смотреть на Халка. Прикиньте, такой попыт подвесить на рюкзак. Спасибо за этого огромного единорога. Мне он очень понравился. Я тебе предлагаю вот этот попыт. Это восьмиугольник UFC. А ты в PlayStation устроился работать? Yes, yes, PlayStation. Наконец-то я работаю. Телевизор нужен, нет? Телевизор нет, у вас дорогий телевизор. А попыт я что-то не очень ваш хочу, но поскольку мы на трейдах... Как не хочешь? Да я не хочу его. Добавляй. Ну а не хотелку добавляй? Давай я тебе за него просто наушники дам, и мы разойдемся. От Barophone. Они в Bluetooth. Так ты же понимаешь. А Денис? Я же работаю в Sony. И что? Там наушники дают сразу, как только устраиваешься. Телевизор и PlayStation. Врешь. Где тогда они? Все продал. Ладно, согласен, давай. У меня возникают вопросы. Что тут у них есть? Версия 5.0. Ого. Переходим к моему трейду. Выставляю на торги игру, от которой Денис отказался изначально. Это игра яблока. Бабочка, яблочко. Ага, у нее еще есть плюсов карабинчик. Карабинчик. Так уже, смотри, это уже все. Как тебя в Sony взяли, ты продавать не умеешь. В смысле? Нифига сейчас, смотри, яблочко, бабочка, уже согласилась. Ты готова? Я выставляю, дорогие, супер-приз. Это Кота фон Киттифай. Давай, у тебя еще опять попыток. Hello, Китти, я же говорю, Киттифай. Hello, Китти. Она качественная? Она очень красивая, я это вижу. Да, она очень красивая, но лучше не трогать ее, мне кажется. В смысле? Значит, она плохая. Она как будто живая, разговорит. Маша, возьми меня к себе в команду. Я тебе за нее готова предложить. Какие глаза странные. Самый большой. Да, поп-ит самый огромный. Посмотрите, какой он гигантский. У этого еще есть блесточки, они очень красивые. Тот поменьше. Он классно очень попырит. Я его использую как коврик в ванной чаще всего. И когда скучно, можно его поднять с пола и поиграть им. А, так вот он все такой грязный. Его нужно часа два, чтобы всего попырить. Добавляй. Предлагаю еще такие наушники плюсом. Ну, это мое последнее предложение. Ну, я согласен. Если ты начнешь выпендриваться и качать свои права, то я все отменю. Ты согласен? Я согласен. Ура! Денис согласился. Ему достаются вот такие вот наушники свои игровые. Спасибо. И мне можно мою хэллоу-китю. Пожалуйста. Выставляй торги свой товар. А, вот. Мишка. Это Мишка Таптышка из Олимпиады 80-х годов. Так он же улетел. Он приземлился. Улетел шариком и приземлился попытом. Круто, круто. Мне нравится. Там еще песня такая грустная была. Улетел наш Мишка. За неделю готов дать Пикачу 2.0. Слушай, я знаешь, что поняла? Что у меня блески. И у тебя там блески. Точно? Он с блесками. Ну, вообще, равноценный, да? Трейд, согласитесь? Он такой прям, типа... Они почти одинаковые. Но у меня чуть-чуть побольше пупырок 100%. Мне даже нравится мой Пикачу больше. Да все, уже согласна. Согласна, да? Зачетно? Я получила классного Пикачу, у которого ушки вот так делаются. У меня есть для тебя сердце. Оно очень жесткое. Для сердца я тебе дам вот такой вот, пускай небольшой, но зато очень крутой попыт, который еще и становится ярким на солнце. Ну, согласись, сердце заезженное уже. Он уже древний динозавр. Ладно, ладно. Согласен. Я рада. Ой, оно такое реально жесткое. А я и забыла, какое это сердечко. Жесткое. Теперь моя очередь вставлять на торги. О, приготовься. Я выставляю самый большой попыт 2.0. В истории, да? На этот раз этот попыт квадратный. И он тоже очень гигантский. Посмотрите, он самый гигантский 2.0. И он жесткий, как ты любишь. Тоже можно использовать как коврик. Ну, стрековрик в ванной у тебя уже есть. А этот можно как прикроватный использовать. За него готов предложить вот такой опыт. Ну нет. Я либо вообще... Вот смотри, я нажимаю кнопочку добавить. И я возьму, что ты добавишь. Если что, вообще откажусь. Какая кнопка будет? А я могу потрогать. Трогай, конечно. Два попытка против одного. Ладно, соглашаюсь. Я получила хуба-бубу. Я не знаю, как зверек это называется. Мне многие написали то, что это из мультика. По-моему, типа, на рун. Типа, и за ним. Может, я... Скажи, пингвин, что ли? Нет, да мы не смотрели этот мультик такой популярный. Напишите, пожалуйста, его название еще раз. В общем, этот чувачок из мультика. Скорее всего, это не точно, но вероятность большая. По вкусу вкусный. Да, на вид для меня не очень. А у тебя еще вот этот попырж есть? Да я знаю, ну что у меня с этого квадрата? А у меня теперь большой притуалетный коврик. Поздравляем! Спасибо. Поздравляем! Поздравляем! Я выставляю на торги слона. Он с маленьким слоном в комплекте идет. То есть два попыта по цене одного. Он даже стоит. Круто. Предложу за него вот такого вот пса. Псу просто псину с обочатиной. Как ты смотришь на мое предложение? Очень хорошее предложение. Но я хочу заметить, что нужно добавить. Давайте я сейчас посмотрю, готова ли я что-то добавлять. Два слона. Да не нравится мне уже. Мне есть один слон. Я тебе предлагаю такую классную игру. Нежная такая. Тут нежный розовый, фиолетовый. Короче, все цвета очень нежные, пастельные. Предлагаю два вот таких вот кубика. Давай играть. У меня было 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У меня 95. Это замечательно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Я согласен, да. Забираем мою игру. Я надеюсь, я не буду сильно плакать. Так, игра. И такую вот собачку, да? Все, два комплекта. У меня для тебя есть вообще крутая, короче, крутой подгон. Это беспроводная колонка. А у меня есть колонка. От фирмы HOKO. Очень крутая, держит зарядку 12 часов. И кричит на весь район. А что кричит? Золотая чаша, золотая. Что ж ты шарик сдал назад? То есть ты предлагаешь колонку взамен на эту игру, да? Да. У нее два динамика по 45 миллиметров. Ой, все, уже согласна. Спасибо. Блютуз, все дела. Согласна. У меня, правда, была, ребят, колонка. Она-то меньше. Ну что, ты готова? Для тебя сектор приз на барабане. Это свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Дамы и господа. Пеппа, наверное, лучшее твое предложение за сегодняшний день, честно говоря. Короче, суть такая, что это реально лучший трейд за все сегодняшнее трейд-доллова. Ты хочешь предложить даму сейчас? Да, я тебе предлагаю вот такой вот гигантский эмон-каст с ребенком. Он больше, чем свинка Пеппа. С ребенком. Окей, согласен. Спасибо, спасибо тебе, что ты не стал жульничать и не говори, добавляй, 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 добавляй. Ну это крутой, крутой подгон, реально. Ой, какая она классная. Конечно, можно отсоединить, можно присоединить. Ты же не проверил, как пупырит, вообще без разницы. Я только что посмотрел, пробежался вот так, понимаете. Большой, ладно, да. Такой мягенький вообще. Ну никак все, твой пупырит. Не то, что пальцы там ломать. Ну нежный, такой хороший, такой засыпательный. Все, убирай, а то я реально засыпаю. У меня вопрос на миллион. Типа у меня сейчас ход, да? Да. Это такой вот разноцветный котенок. Это Hello Kitty. У меня есть разноцветный динозаврик. Блин, ну динозаврик, ну такой. Смотри, какой большой он. Ну гигантский, да. Жесткий, капец, блин, вообще. А у меня она мягенькая, слушай. Она прям мягкую. А у меня блестки на нем есть. И у меня нету. Он обманывает. Ладно, так и быть. Я так понимаю, это один из последних трейдов. Я соглашаюсь. Соглашаешься, загра, бери. Послушай, переверни вот, вот послушаю вот эти вот. Классные, да? Такие мягкие вообще. Теперь слушаем этого динозавра. Я как будто играю на кого-то на нервах. По всей видимости, у меня это последнее, что есть. У меня есть колонка. А у меня есть беспроводное устройство. Наверное, я соглашусь на этот трейд. Вот такой вот, потому что у меня есть колонка уже. Можно заряжать два телефона без проводов. То есть положил на стол и заряжаешь. Правильно понимаю? Окей, да. Все верно. Тогда забирай, хорошо? Это же за колонка. А просто хорошее от фирмы Борафон. Борафон? Ну, хорошо. Там даже FM-радио есть. Да, я тебе что-то говорю. Если телефон забыл, в туалет пришел, можно радио послушать. Сейчас прямо заебу с этим вопросом. Знаете, как обычно бывает? Мы выключаем видео. Я иду убирать свои попытки. И нахожу под завалами попыток кучу других попыток, которые я забыла предложить Денису. Ну, у меня больше нет. У меня тоже нет. Ну, правда, не хочу. Соответственно. Соответственно, эти гигантские трейды, к сожалению, подходят к концу. Это просто был специальный выпуск. Это было очень круто. Навряд ли будут еще какие-то гигантские попыт-трейды. Так что это лимитированная коллекция в формате одного выпуска. Но если вы, конечно, соберете кучу лайков, я там что-то куплю, что-то закажу, тогда еще, может быть, будут трейды. Если нет, то это реально лимитированный выпуск. Короче, ребята, собирайте лайки под этим видео. Собирайте хотя бы 25 тысяч лайков, чтобы мы для вас еще снимали ролики. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, что вы хотите видеть на канале. Ну и передаем привет с нашим подписчикам, чьи комментарии здесь появились. Самым активным, которые оставляли много комментов. Огромный вам привет, ребята! Желаем всего вам самого прекрасного. Много попыток, много денег, удачи, веселья, здоровья. И вообще мы вас любим, вы самые классные. Напишите комментарии, чтобы попасть в следующий ролик. Ну а на этом все, и всем пока! Пока!